Моё уважение, господа, будущий монарх Курощуп Бранте на месте. Я тут вспомнил, что полгода назад, впервые оказавшись здесь, я был как слепой котёнок, который не понимал, что происходит в этом мире, куда бедному Курощупу соваться, какие решения принимать. Я даже спрашивал у людей, которые более-менее разбираются в мире, и вы меня наставляли. Это было полгода назад, но два месяца назад, оказавшись здесь во второй раз, я уже был более-менее настроен решительно и строил планы, о которых сказал чуть ли не с первых серий, и наткнулся на стену непонимания, да, со стороны сообщества этой игры и сообщества в целом, что типа я делаю что-то не так. Дело не в том, какое решение правильное или неправильное. Здесь есть решение Курощупа, а уж верное оно или нет, это покажет нам жизнь, да, его. Из-за того, что вы меня окружили в прошлый раз какими-то... Не то чтобы советами, но критикой я оставлю вообще все планы в секрете, а кроме одного, мы будем знать, что Курощуп хочет стать монахом. И на этом все. Я думаю, хватит нас критики в сторону великолепного Курощупа, потому что он знает, как лучше жить, он все знает лучше всех. Он герой этой новеллы. Нам четыре годика, мы ждем братишку или сестренку, там уж как пойдет, а матушка в это время в кресле вяжет ему маленькие носочки, кофточки, да, там... Говорит, малыша нужно будет держать в тепле. Отец все реже появляется дома, по словам матушки, у него множество хлопот на важной службе, ведь он судья. Да, он часто уезжает в разъездах, в столице. Судейское дело такое, да, те, кто смотрели первое прохождение, знают о чем я. Однажды ты спрашиваешь матушку про Стефана и Глорию, почему они тебе, брат и сестра, а друг другу нет. Я об этом говорил, но Лидия Бранта сейчас все расскажет нам так, как надо. Видишь ли, сынок, Стефана родила не я. У нее другая мать, а у Глории другой отец. Ну не можешь так, лоп, вырастешь и все поймешь. Как такое может быть? Вы же семья. На грядущее причастие называется глава зима. Причастие — это когда ты принимаешь свой удел, да, о чем пела нам наша сестра. Никаких уделов нет. Спустя несколько дней матушка зовет Стефана и Глорию в гостиную. Ты увязываешься за ними, матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем велит сидеть тихо, молчать и запоминать. Когда войдете в храм, поклонитесь близнецам. Сперва направо — старшему, затем налево — младшему. Тебе, Стефан, нужно идти по мраморной стороне со скамьями, потому что тебе быть дворянином. А тебе, Глория, нужно идти по острой стороне. Это страдание. Затем вы оба должны встать на колени, каждый на своей стороне. Ты, Стефан, поцелуешь меч. Тебя, Глория, ударят плетью. Не бойся, дочь. Смиренно прими это страдание. В этом великая благо твоего удела. Это причастие, ты принимаешь свое дело, типа, окей, я буду страдать, работать и терпеть. Глории не нравятся слова о плете и слова матери. Внутри твоей груди тоже что-то сжимается. Тебе велели запоминать. Неужели и тебя будут бить плетью? И ведь будут. Потому что мы рождены нашей матерью. А наша мама — простолюдинка. Хоть наш отец и дворянин, заслуживший этот титул. На следующий день брата и сестру везут в храм. Когда они возвращаются, ты выбегаешь им навстречу. Платье сестры, Глории, на спине пропиталось кровью. Она сгорбилась и едва слышно хнычит. Стефан гордо держит спину и задирает нож еще выше. На первый взгляд в них ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. Они приняли свой удел. Стефан Бранте сразу минус один. Просто потому, что он принял свой удел. Он стал полноправным дворянином. По рождению. И сразу отношения портятся, потому что я всего лишь чей. Единство падает в семье, естественно, потому что один из людей тем более страдает. Да, Глория пострадала. Вряд ли ей понравилось то, что с ней произошло. Мы это тоже узнаем. Ну а Стефан как бы, да, он расправил плечи. Этот гордый орел. Но мы-то с ним. Причастие брата и сестры. Брат Стефан и сестра Глории приняли свое первое причастие в храме. Ну, нам это тоже предстоит. Нам и нашему будущему родственнику, который вот-вот родится. Ты с любопытством разглядываешь сверток, в котором лежит твой младший брат. Отец качает на врожденного у себя на руках. Матушка светится улыбкой. Стефан и Глория оживленно суетятся рядом. Ты станешь ему самым лучшим братом. Никаких тумаков. Вы будете вместе играть и дразнить Стефана. Помогать матушке. У вас будет столько приключений. Чувствовать себя старшим непривычно. Только вчера ты был самым младшим в семье. И вот уже это не так. Матушка дни напролет проводит с Натаном. Так назвали брата. Натан Бранте. Это имя просто отзывается во мне чем-то. Иногда она позволяет тебе покачать люльку. Натан все время плачет и днем, и ночью. Мать плохо спит, из-за этого весьма рассеяна. Вот и сегодня она забыла свое вязание в кресле в гостиной. Нужно отнести ей. Ты бежишь к матушке в спальню. Ты так соскучился по ее улыбке. Врываясь в комнату, ты протягиваешь матери вязание, но вместо благодарности ты наталкиваешься на ее уставший, холодный, враждебный взгляд. Натан не перестает, не переставая кричит. Уйди прочь, Куращук. Ты мешаешь. Матушка цедит слова сквозь зубы. Ты смотришь на надрывающегося младенца, он ни на миг не дает матери отдохнуть. Это нормально, у нас недавно друзья тоже вот, да, у них появился малыш. Ну, первые несколько месяцев прям очень устало выглядят люди, и это всегда так. И это нормально. Да сколько можно? Когда ты замолчишь, я хочу покоя. Никакого покоя. Матушка мечется по комнате и со злобой трясет Натана в руках. Братик плачет все сильнее, кажется, она вот-вот швырнет его о стену. Так она устала от этого непрекращающегося крика. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать. Но еще больше ты боишься за жизнь маленького Натана. Позвать отца. Я это уже делал, я знаю, чем мне это грозит, и что будет происходить. Принять гнев на себя. Так же было, да? Вырвать брата из рук матери. Запас сил как раз у меня есть. Обнять матушку. Лидия Бранте благодарность. Ну, не взыскал я благодарности за свою недолгую жизнь. Нужно было принять какие-то решения, чтобы Лидия Бранте была мне благодарна в мои 4 года за как я это прорезал. Я не заработал. Обнять маму нельзя. Хотя, по идее, это, наверное, путь того монаха. Путь сближения с матушкой, которое было бы... Принять гнев на себя. Интересная задумка, ты пытаешься привести матушку в чувство самостоятельно. Наверное, это решительность, да? Как и позвать отца, скорее всего, это решительность, это принятие решения. Вырвать брата из рук матери. Вот я бы склонился, наверное, в эту сторону. По одной простой причине. Здесь есть и решительность, и... То есть, как по мне, это правильное решение для нашего... Для спасения души. Это для спасения души. Во-первых. А во-вторых, я видел, что здесь происходило. Я хочу сюда нажать. Плюс потратить запас сил. Да, десятка, наверное, отлетит. Но мне дадут что-то за это. Я не думаю, что я схлопочу по своей жопе так сильно, что... Ты подлетаешь к матери и требуешь отдать брата. Матушка останавливается, как вкопанная. Ты выхватываешь Натана из-за ее рук. Она, задыхаясь от ярости, падает на кровать и начинает кричать. Ты убегаешь в детскую. Братик всхлипывает на ходу. Он тяжелый. Ты качаешь его на руках, как это делает матушка, и тихо напеваешь песенку про близнецов. Натан успокаивается и вскоре закрывает глаза. Ты кладешь младенца на кровать и обещаешь. Никто не сделает ему ничего плохого, пока ты рядом. О, это сближение с Натаном. Это еще больше. Слушай, идея сблизиться с нашим младшим братом звучит как план. Тяжелые шаги по коридору. На пороге детской возникает отец. Он глядит на тебя и Натана в замешательстве. Ты многовато на себя взял, сын. Защищать семью – благородное дело, но ты должен был позвать меня. Пойми, тебе не положено вставать на мое место. Кстати, да? А как развернул папа? Ты должен был позвать меня. А где ты был? Когда… Почему ты не рядом? Ты что, не слышишь, что ребенок плачет, твой сын? Ты не понимаешь, что ей нужна помощь? Ишь ты. Ты спас от беды младшего брата. Если ты готов отвечать за других и защищать их, ты можешь пойти путем дворянина. Но только когда вырастешь. Пойдем. Вернем малыша матушке. Так, подожди. Что-то я не туда свернул. Отец берет Натана на руки. Брат не просыпается, только чуть-чуть ворочается. Вы вместе идете в покое матушки. Отец возвращает Натана в колыбель. Притихшая матушка подходит к тебе и обнимает. Мы все-таки с ней обнимемся, да? Типа, спасибо тебе, Курощуп. Слушай, что-то тут я… Прости меня. Видит близнецы, я была сама не своя. Прошу, не сердись на меня. Мать, да ты что? Я-то все… Я все понимаю, честно. Четырехлетний Курощуп вряд ли, но он принял решение. Но я тебя прям прекрасно понимаю. Да. Давай обнимемся. Натан Бранте. Отношения с ним. Симпатия. Благодарность за то, что я его вырвал. Ты представляешь, где можно было залутать благодарность от брата? Еще когда он… Буквально два понедельника ему. Ты обнимаешь матушку в ответ. Но Натан Бранте с благодарностью. Запас сил потратил, пять всего отнялось. Ну и да ладно, ничего страшного. Я способен на поступок все еще. И я не думаю, что… Рождение Натана. На свет появился твой младший брательник Натан. Но здорово. Вот зная их историю, да, зная про то формирование этих людей, ты уже по-другому к ним относишься. Даже с самого детства. Солдатики. Тебя будет отец. Накануне он вернулся из далекой поездки. Курощуп у тебя особенный день. Сегодня ты начинаешь обучение. Теперь к тебе будут приходить учителя. Будешь их во всем слушаться. Чем прилежнее будешь осваивать науки, тем ближе станешь к уделу дворянина. Папа хочет, естественно, чтобы я пошел по его стопам. И если его сыну, да, Стефану дворянство досталось, ну, просто по крови, то он хочет, наверное, чтобы и его младший сын, точнее как, не самый младший, а средний уже получается, достиг каких-то… Да? Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок. Леди, нужно собрать нашего шкалера. Хочу отправиться с ним в торговый квартал. Стефан просится с вами в город, но отец строго одергивает его. Это твой день. Старший брат обиженно замолкает. Все, сука, сиди там молча. Ты едешь с отцом в экипаже по пыльным и шумным улицам города. Ветер приятно треплет волосенки. Ты уже знаешь, ваш город зовется Анизотти, один из самых больших во всей империи. На улице падает тень от белой кроны гигантского древа. Его ветви простираются над всем городом. Туда-то мне и надо. А ты знаешь, что белое древо выросло из крови учеников наших богов? Оно растет уже столетия именно в нашем городе. Его нельзя ни разрушить, ни сжечь. Даже богословы не знают почему. Но я-то узнаю. Тем временем экипаж останавливается на площади у небольшой лавочки. Ты в восторге бежишь к полкам, на которых куклы, фигурки и игрушки. Столько ты за свою жизнь не видел. А отец интересуется, готов ли ты выбрать свой подарок. Ты отвечаешь фигурке органа святых воителей, мать вашу за ногу. Это же самые лучшие бойцы империи. Ты перечисляешь все, что тебе известно об ордене. Много лет назад с их помощью войска императора захватили всю провинцию Магра. Взяли штурмом ваш город и присоединили его к империи. Знакомая ситуация, да? Отец удовлетворенно кивает. Ну что ж, хоть война пока и не твой удел, солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Мы будем вести ими сражения и изучать стратегию. Беги и бери свой подарок. Отлично. Отец погружается в изучение книг. Ты же ничего не видя перед собой. Бежишь к ящику с солдатиками. Путь преграждает разодетый мальчишка. Он хочет забрать твоих рыцарей себе. Мальчик тянется к ящику сам изо всех сил. Отпихивает тебя локтем. Не сдерживая злости, ты толкаешь его в спину. Твой противник падает. Вот он первый. Первый. Вот молодец. Шум поднимается на всю лавку. Мальчишка богатей кричит в голос. Он ударил меня. Он ударил меня. На тебя грозно надвигается внушительная фигура незнакомца. Это отец мальчика. Но на плечи тебе ложатся руки твоего отца. Собственного. Бать. Что случилось? Говорит Роберт Бранте. И Роберт Бранте, по всей видимости, сейчас всечет нам по самые неболуси. Потому что здесь-то мы поймем один... Вспомним, точнее. Один простой совет матери. Не трогай дворян, пока сам не дворянин. Ты с облегчением прижимаешься к отцу. Он защитит тебя. Да, ты толкнул мальчика на виду у всех. Но он хотел забрать себе твой подарок. Отец поворачивает тебя лицом к себе. Так это правда, Курощуп? Ты ударил дворянского сына? Да. Признать вину. Это не моя... Нет, никакой вины нету. Сказать правду. Ты рассказываешь, что дал сдачи на глицу. Объявить себя невиновным. Сука. Это не я. Сказать правду звучит как план, потому что это правда. Да? Ты рассказываешь, что дал сдачи на глицу. Он действительно толкнул меня первый, пихнул меня первый. Несправедливо обвинять, выслушав только одного из вас. Ты не собирался толкать глупого мальчишку, но он сам начал. Рассерженный дворянин прерывает твой сбивчивый рассказ. До твоей правды никому нет дела, маленький простолюдин. Закон есть закон. Тебя ждет наказание. Твой отец сокрушенно соглашается. Но неужели вот они могут реально беспределить? То есть вот он может меня пихнуть, и ничего ему за это не будет. Тебя выводят на улицу и ставят напротив мальчика-дворянина. Ты должен покорно склонить перед ним голову. По спине проходит неприятный холодок. Мальчик довольно ухмыляется, размахивая на отмышь, бьет тебя по щеке. Затем еще и еще. И вот здесь ломается все. Мое понимание, это же... Довольно, он получил сполна, говорит мой отец. Мы уезжаем, не стойте у нас на пути. От ударов голова плывет. Ты приходишь в себя только дома в постели. Слуги суетятся вокруг тебя, ставят припарки на твое лицо. Отец все время возле твоей кровати. Объяснишь, может быть, папа? Решительность. Наутро ты находишь на кровати ящичек соловянными рыцарями ордена святых воителей. Дорого же тебе обошлось упрямство. Но зато заслужили, да? Решительность дали. Мне в любом случае нельзя толкаться только в сторону чувствительности, чувственности, да, вот этого навыка, который, типа, больше присущ монаху. Решительность тоже необходима, потому что нужно... Я не очень понял. Телеграмм я что-то написал. Кто-то пишет мне в телегу. На телегу подписан ты? Решительность. Надо быть решительным и подписаться на телеграмм. Хватит трахать мне мозги. Я там вообще-то многие вещи делаю. Интересный. Пум-пум-пум. Лето, семейный ужин. Если я не ошибаюсь. Отец приказал вынести обеденный стол во двор. Он впервые за много месяцев провел целый день дома. И не запирался в своем кабинете. Играл с тобой и Натаном. Беседовал о чем-то с повзрослевшим уже Стефаном. И гулял по саду. И вот ужин на свежем воздухе. Боже, благодать какая. Семейный совет. Вся семья вместе. Отец во главе стола. Он улыбается. Расспрашивает вас об успехах в обучении. Натан лезет к нему на колени и смешно лопочет считалочку. Стефан рассказывает, как отмечают его успехи учитель фехтования. Они с отцом выходят из-за стола. И старший брат демонстрирует свое умение в учебной схватке. Но надо понимать, что Стефан действительно дворянин. Это достаточно ответственное, так скажем... Ответственный... Не чин даже. А это ответственное место, которое он занимает. И занял он его, может быть, даже не по своей воле. Следом Глория произносит длинную молитву, встав на стул. Матушка хвалит рвение твоей сестры. Отец усмехается себе в усы. А ты перечисляешь все звания в легионе. От рядового до военачальника. Стефан слушает тебя с недоверчивым видом. Типа, чё это он себя возомнил? Просто людин и всё знает о военном ремесле. Вечер медленно опускается на ваш дом. Слуги зажигают огни. Даже в сумерках тебе не холодно. Как же важно быть вместе, всем вместе, за одним столом. Без ссор, с улыбками и разговорами. Это да. Но вдруг прислуга подносит отцу пицц письмо. Пока отец сматривается в строке, с его лица медленно сходит улыбка. Матушка смотрит на отца с недоумением. Его лицо словно окаменело. В Анизотте возвращается Грегор Бранте. Глава нашей семьи. Мой отец. Дед. К нам едет ненавистный. Ненавистный навсегда. Дед. Грегор Бранте. Если вы с ним не знакомы, то познакомитесь. Это легенда. Возвращение деда. Твой дед Грегор Бранте вернулся в семейный дом из столицы. Ну здравствуй, дед. И вот мы с тобой встретились в третий раз. И уж на третий ты раз, сынок. Мы с тобой пообщаемся. Как должно. Вторжение называется. Глава вторжения. После известия о приезде деда, дом беспрестанно прибирают и украшают. Родители озабоченно проверяют порядок, раздают указания слугам. Тебя заставляют мыть руки и лицо после каждой прогулки во дворе. Ругают за оставленную на полу книгу. Глорию угрожают выпороть, если она посмеет снова прятаться на чердаке. Стефана заставляют сидеть в своей комнате. Достается даже маленькому Натану. Все напряжены до предела. День приезда особенно мрачен. Духота, воротнички липнут к шее. На крыльцо перед домом выходит вся семья Бранте. Отец, матушка, Стефан, Глория и ты с Натаном. Сзади в ряд стоят слуги. Из экипажа, опираясь на трость с большим набалдажником, выходит высокий сухопарый старик с тяжелым взглядом. Ты поневоле вжимаешь голову в плечи. Роберт Брант, наш папа выходит, да? Отец, желаю тебе здравствия. Дети, поприветствуйте своего деда, как положено. Ты пытаешься выглядеть, как настоящий дворянин, Грегор Бранта. Ты меня не обманешь, Роберт. Я первым в роду Бранта заслужил дворянство Мантии, и до сих пор только я один помню, как нести эту ношу. Я с честью следую своему уделу, отвечает ему наш отец. Ты поставил крест у дворянца Меча, женившись на простой лединке. Все потомства твоего, моего рода, уже могли бы родиться благородными. Он, да, вот наш дед, он максимально просто чествует за то, чтобы за чистую кровь, за чистоту в семье, но наш папа... Отец, умоляю, не здесь, но не позорь семью. Дед отвечает презрительным взглядом и заходит в дом. Вся семья Вереницы следует за ним. Но он главный. Здесь надо понимать, что этот... Этот дядечка действительно самостоятельно дослужился, и он был первым дворянином во всем роде Бранта. Это важно. У меня не было так долго, что дом пришел в полнейшее запустение. Это оскорбительно, Роберт, как ты можешь жить в таком свинарнике? Слуги совсем от рук отбились. Это она, твоя жена, мещанку их распустила. Я предупреждал, что ты поступил по-своему. А дети? Что они знают от родителей и чести? Они растут и добродетели, отец. Ты сам уже говоришь, как покорный в своем страдании простолюдин. Видят близнецы, я не позволю случиться этому второй раз. Я забираю твоего старшего Стефана в столицу. Все, он его... он его уносит. Ты не в состоянии воспитать его подобающим образом. Я исправлю свою твою ошибку. И свою заодно исправь, дед. Да? На твоих глазах решается судьба старшего брата. Отец безропотно велит слугам собирать Стефана в путь. Сам Стефан оцепенел. Он переводит взгляд с отца на деда и обратно. Отец кладет ладонь ему на плечо. Дед презрительно сжимает губы. Осмотр дома продолжается. Дед подвергает насмешком все, что видит. В спальне матушки ему не нравится чуть смятая на кровати Натана одеяло. В комнате Глории он глумится над ее шитьем. И вот он открывает дверь к тебе. Добро пожаловать. Да, Настю Митю. Хайвенат, давайте, входите. Здесь располагайтесь. Чайхан... Что? Роберт? У твоего второго сына солдатики? Да он же простолюдин по рождению. Ему не положено даже думать о войне. Ну что ж, дед. Вот мы и встретились. На твоих глазах дед хватает ящичек с соловянами рыцарями ордена святых воителей. Отец молчит. Тебя распирают злость и страх. Это же подарок к началу учебы. Дорогой и очень важный подарок. Но может дед прав? И сперва тебе нужно доказать, что ты имеешь право играть в войну. Неодобрительно качнув головой, дед делает шаг к кочегу и бросает коробку прямо в огонь. Солдатиков охватывает рыжее пламя еще немного, и они расплавятся. Расплакаться! Ударит деда. Смотреть, как горят солдатики. Нужна чуткость 4? У нас 3. Не заработали, не заслужили. Вытащить солдатиков? Нужна решительность. Нужна решительность 4? У нас 2. То есть здесь максимально нужно было следовать одному из намеченных путей, либо решительности, либо чуткости, чтобы сделать одно из этих действий. Но! Я ни разу, ни разу, официально за все прохождение не пиздил деда за его действия. Я ни разу не кидался на него, понимаешь? Самое время схватиться просто в его вонючее лицо, расцарапать его, что есть мочи, и получить по заслугам. Это важный этап развития нашего Курощупа. Ударить деда было идеей еще первого прохождения, но я испугался. И испугался не зря, потому что... Потому что от злости и несправедливости происходящего ты бьешь деда по ноге. Прямо в самую... Прямо под крест... Крестообразную связку. Прямо под самый мениск этого старого сухого... Ну давай. И вжег его! В бессильной ярости ты подбегаешь к деду, и что есть силы, лупишь его по ноге. Дед даже не пошатнулся. Он коршуном склоняется над тобой, замахиваясь тростью. Подло отродье! Как ты посмел поднять на меня руку? Удар! А, блядь, аж у меня в голове созвенело. Навершие дедовой трости оказалось тяжелым, как камень. Ты словно ослеп и оглох одновременно. Еще один удар. Боль разрывает твою голову. Темнота. И это происходит на глазах у предка. Рука несколько раз дергается против твоей воли. Как будто ты пытаешься поймать улетающую от тебя бабочку и проваливаешься в первозданную пустоту. Часть тебя, одна из отведенных тебе жизней, пропадает в этой пустой пустоте безвозврата. Я умираю. Боль смешивается с отчаянием и осознанием утраты. Этого уже не изменить. Вознесение, да? В небеса. Вот и первая смерть, которую можно заработать еще в детстве. Просто отпиздив деда. Но это было необходимо для того, чтобы встретиться с близнецами. Я же стремлюсь быть как бы ближе к ним, да? Боль как первая смерть. С почином, господа. Боль, в которую ты попадаешь, принимает тебя мягкой переной. Легко, свободно, никакой скованности. Только свет окутывает тебя своими объятиями тепло и надежно. Тебя несут волны. Они ласково касаются и обволакивают то, что раньше было твоим телом. Не похоже ни на что абсолютное полное чувство. Прикосновение к чему-то большему. Причине всего. Причине тебя. Ты был вылепен из этого света. Самым первым ты чувствовал это безграничное и искреннее единение разного. Твое начало стало вспышкой, из которого разлился свет. И вот ты снова здесь, в этом единении с началом всего. Свет, исходящий от тебя, подобен свету сияющего столпа. Ты видишь его, как всегда, на севере. Волны света несут тебя к двум фигурам. Старший стоит ближе. Он готов принять тебя к себе. Он мягок, мудр, добр и светел. Младший в отдалении. Ты еще не знаешь, что он такое. Волны останавливают тебя у ног старшего. Он склоняется над тобой и легко касается губами твоего лба. Поцелуй расходится по всему тебе. Тебя охватывает восторг, счастье, которому нет равных. Ты существуешь. Ты такой один. Больше подобных тебе нет. Они знают это и любят тебя. Боги. Ты никому не будешь. Ты никогда не будешь один. Ты их часть. Часть своей семьи. Часть мира. Боги никогда не оставят тебя. Они всегда смотрят за тобой. Приглядывают. Да. Мы их видели, когда мы были маленькими, родились. Потом видели, когда возник вопрос про рук дела. И они всегда наблюдают. Они смотрят. Они анализируют мои действия. Старший легко касается тебя, распростерт его на волнах. Он отправляет тебя дальше по реке света. Вперед к вершине раскидистой кроны белого древа. Чем ближе ты к кроне белого древа, тем тяжелее становится. Воды тянут тебя вниз по его стволу. Но ты не хочешь уходить из этого теплого и мягкого. Из этой любви. Ты оглядываешься. Старший все еще смотрит тебе вслед. Он кивает. Все так, как должно быть. Иди. Твое время еще не настало. Тебе пора вернуться в мир. Да. Мне сказали. Ты молодец. Мы за тобой приглядываем. Но, пожалуйста, давай-ка дальше. Потому что это всего лишь малая смерть. И пока ты падаешь вниз, вниз, в свое тело, ты постигаешь истинный смысл своей малой смерти и открывшейся тебе божественной любви. Любовь существует не только здесь, в посмертии. Она внутри всего божественного замысла, по которому устроена земная жизнь. Как эта любовь дана тебе в земной жизни? Как эта любовь дана тебе в земной жизни? Империя. Создав империю. То есть мы здесь должны как бы обусловить, что мы видим в обычной реальной жизни в виде любви. Создав империю, боги позаботились обо всех живущих. Только империя дает тебе место в мире и связь с другими. Это огромная семья, созданная для людей богами. Удел. Боги даруют тебе ясное предназначение в мире. И этим дают тебе само твое бытие. В этом их любовь. И к тебе, и ко всем живущим. Семья. Любовь всегда живет в родной крови. С родными ты делишь чудо жизни и мира. Семья и род – это то, что дало тебе рождение, и то, что остается после тебя. Дело. Боги любят тебя настолько, что позволяют менять сотворенный им мир, влиять на него своими делами. Позволяют менять мир. Каким бы ни было дело твоей жизни – это доказательство любви близнецов. Ты сам, само твое существование, что может быть высшим выражением любви? Каждое твое чувство, мысль, поступок существует благодаря тому, что близнецы создали тебя из своей любви. Промолчать. Ты не находишь нужного ответа на этот вопрос. Я отвечал на этот вопрос в предыдущих прохождениях. Я говорил и удел, и семья, и ты сам, и все это. По идее, если мы говорим о маленьком существе, которое погибло, сейчас 4 года, и вдруг мне задают такой действительно глубокий вопрос, в чем смысл, как ты видишь любовь в жизни, я бы, будучи маленьким таким курощупом, любовь, я такой, ой, я, можно мне, пожалуйста, картошку фри? То есть я не знаю, что мне здесь выбирать, исходя из того, что я маловат для того, чтобы принимать такие жесткие решения. Будучи ребенком, я бы не нашел нужного ответа на этот вопрос, потому что у меня мало опыта. Чтобы понять, что такое любовь, да еще и божественная, нужен опыт, нужна жизненная какая-то действительно дистанция, где тебе, где втопчут в грязь само понятие любви, а потом ты из этой грязи ее достанешь, очистишь, отрыхнешь так, и вот тогда ты ценить начнешь. Промолчать. Внезапное постижение любви, которое проникнет в земной мир, озаряет твой ум, как вспышка. Однако она гаснет и исчезает. Возвращается чувство плоти, она тяжелая, неповоротливая, в ней нет этой легкости, этого света, она мешает, давит. Мы вернулись в свой вонючий, да, вот если есть такая практика, когда ты выходишь из тела, есть духовные практики. И многие люди, которые этими практиками занимаются, занимались, это Будды, это просвещенные люди, они говорят, что наше тело, когда мы смотрим сами на себя со стороны, оно мерзкое, стрёмное, оно действительно тяжелое, неповоротливое, нет легкости, свет, оно мешает и давит. Нет, мы со стороны стрёмные, если честно. Судорожные вдохи, грудь расширяется с болью. Кажется, твои легкие лопнутся цедроганий. Их заполняет затхлый запах гробницы, отвратительный, но такой настоящий. Мы воскресли у себя дома. У нас есть гробница, и ты вернулся. Наверное, вокруг меня сейчас будут, да, вторжения, неприятный влажный запах, сырость. К тебе возвращаются чувства, ты лежишь на каменной плите в полумраке склепа, моя первая смерть. В склеп спускаются твои родители, до тебя доносится их приглушенный спор. Грегор, матушка осмеливается перечить отцу. Ого. Да? Как господин Бра, Грегор мог так поступить? Он лишил нашего ребенка одной из жизней. А ему плевать, ему же просто наплевать. Лидия, мой отец, глава нашей семьи, а мальчик поднял на него руку. Мы не могли ничего сделать. Насколько сильно, да, они чтят традиции предков. Отец не мог ничего сделать, пока его отец, наш дед, вгонял меня в гроб. Просто вдумайтесь. Отец же признал, что был слишком суров после моей смерти. Он признал, что был слишком суров после смерти. Прошу тебя, не зли господина Грегоры, прими то, что случилось. Это больше не повторится ни с кем из наших детей. Тебе, конечно, можно доверять. Ты защитишь нас, да, папа? Слонившись над тобой, родители смолкают. Ты приподнимаешься, опираясь на локти. Матушка заботливо накидывает плащ на твое дрожащее от холода обнаженное тело. Сын, ты пережил первую гибель слишком рано. Тебе сложно понять, что случилось. Но знай, что милость близнецов безгранична. Ты ребенок. Твой час уйти в посмертие еще не настал. Еще два раза боги вернут тебя назад. Но не испытывай судьбу никогда, слышишь? Никогда больше не иди против того, кто властен лишить тебя жизни. Курощуп, ты сильно прогневал своего деда, господина Грегора. Больше не смей так делать. И он тоже больше тебя не тронет. А сейчас просто держись от деда подальше. Отец молча стоит в стороне. Когда мать заканчивает, он подхватывает тебя на руки. Родители выносят тебя из семейной усыпальницы наружу. По пути из клепа ты украдкой ощупываешь голову. Она абсолютно целая. Дома дед, как ни в чем не бывало, продолжает осмотр помещения. Стефана Глория глядят на тебя озабоченно. Маттон при твоем виде начинает плакать. В комнате все еще пахнет сжженной краской. Сжженная краска? Отношение Грегора Бранта к нам. Ну, естественно. На левой руке у тебя появилась черная-черная полоса. Слева ты думаешь, что... Сперва ты думаешь, что ты испачкался. Но полоса ничем не отмывается. Матушка отмечает, что это теперь навсегда. Это первая смерть. И таких полосочек будет три. А четвертая будет последней. Грегор Бранта. Неприязнь. Минус одно отношение с ним. Но отношение с этой старой перешницей мне не особо интересно. Я вообще не собираюсь здесь выстраивать какие-то семейные узы. Фактически ни с кем. Но, очень важно, мне дали по одному на каждый навык. Погибнуть здесь и дополнительно залутать себе и чуткость, и решительность. Это, кстати, очень важное решение, которое может отразиться спустя 10-12 часов прочтения, 12 часов жизни в этом мире. Спустя 12 часов тебе может не хватить одного из этих баллов. И я на полном серьезе это говорю. Отпиздить деда было правильным решением сейчас. Я хочу, я хочу. Умерши однажды. Ну что ж. По ту сторону. Событие произошло. Испытать первую смерть. Еще в детстве ты переживаешь свою первую смерть и перерождение. Но это было нужно. Во-первых, я этого хотел. Будем честны, от мудоха деда хотелось еще очень-очень давно. Муравьиная ферма. Условия выполнены. Я залутал чуткость 4. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Это рандомное событие, которое произошло бы только тогда, когда у меня была бы чуткость 4. Это могло произойти раньше, до моей смерти. Да, могло. Мы бы с матушкой здесь в муравьиная ферма. Здесь событие с матерью. И это событие могло произойти куда раньше, чем, да, моя смерть. Но произошло тогда, когда произошло. И таких событий много. Младший братик Натан растет. Теперь матушка чаще проводит время с другими домочадцами. Ты помогаешь ей, играешь с братом и следишь за ним, когда она просит. А когда Натан спит, ты садишься у ног матушке. Она читает тебе духовные книги и расспрашивает, что ты увидел и узнал за сегодня. В эти моменты ты видишь мир вокруг ее, вокруг и ее глазами тоже. Однажды дверь в свою комнату распахивается. Матушка вносит большой ящик, накрытый тканью. Ты давно не видел ее такой радостной. Она ставит ящик на пол и снимает покров. Там стеклянный короб на деревянном поддоне. Внутри аккуратно уложены земляные проходы, по которым непрерывно ползают муравьи. Это муравьиная ферма, говорит мне мама. Мой подарок тебе, Курощуп. Целый маленький мир. Мы можем следить за ним через стекло. Смотри, вот эта матка. Благодаря ей все эти муравьишки родились. Вы вместе наблюдаете за фермой. Ты затаил дыхание и следишь за жизнью муравейника. Оказывается, муравьи перемещаются совсем не хаотично. Это факт. Я объяснял это в первом прохождении. У каждого муравья есть своя цель. Потерявший цель муравей может привести к гибели целое семейство, весь свой отряд. Каждый из них выполняет свою задачу. Одни защищают колонию. У них большие жвалы. Если протянуть к ним палец, они могут укусить. Другие чинят стены и убирают проходы, трудясь по всему муравейнику. Третьи выползают в особый поддон, куда вы складываете листья, кусочки мяса и личинки и приносят добычу сверху к остальным. Ты берешь одного из муравьев-работников и вытаскиваешь его к еде. Но насекомое не притрагивается к ней, а просто начинает кругами ползать по поддону. Это называется круг смерти. Можете загуглить круг смерти муравьев и посмотрите. Я в первом прохождении это говорил. Это называется круг смерти, когда муравей теряет свою ориентацию. Он не понимает, где он находится, как он сюда попал и почему все так произошло. Многие другие муравьи, которые могли ориентироваться на него, могут начать повторять его движение. И круг смерти заключается в том, что один муравей ведет за собой вот так вот по кругу целое стадо муравьев. Из-за того, что они не понимают, что происходит, они забывают про еду, воду и вообще свое жизнеобеспечение и умирают. И все из-за одного потерявшего цель. Мама-мать берет муравья и возвращает его на место. И говорит, зачем ты так? Муравьи не могут делать то, что не заложено с них с рождения. Каждый создан для своего. Ты качаешь головой, вот бы муравьи делали, что захочется тебе. Ведь это подарок, они теперь твои. А может дело в матери? Это она мешает муравьям слушаться тебя. Думает ребенок, да? Значит, очень важный совет дает нам, как будто бы игра через... Сама игра, сам этот мир дает нам совет. Что мы не можем делать то, что захочется. Очень важно действовать правильно, векторно. Действовать по тому плану, который ты себе наметил. Делать, что тебе хочется, как бы даже через муравьиную ферму нам, разработчик, наверное, игры пытается донести, нельзя. Ты должен как будто бы, да? Но продолжать играть с матушкой. Я мог бы продолжать играть с ней, но играя в одиночку, как будто бы я могу понять саму суть игры. Изучить этот мир муравьиный, да? И, возможно, понять, что мать была права. Когда она уйдет, оставит меня одного, и когда я начну изучать самостоятельно мир. В любом случае, мама должна рано или поздно отпустить своего птенчика на волю, чтобы сын начал изучать мир самостоятельно. Нельзя постоянно его... Его можно направлять. Вот она меня направила. Она взяла муравья, поставила его на место, сказала мне. И ушла. Должна отдалиться. Не отдаляется, значит, я играю в одиночку. Сам пошел. Ты отодвигаешься от матери, отодвигаешься от матери и тянешь ящик к себе. Мать удивленно смотрит на тебя, но ведь это твой подарок. Ты лучше сам поймешь, как живут муравьи. Матушка со вздохом встает. Хорошо, я понимаю. Ты ищешь свои ответы. Очень ты быстро вырос, сынок. Да, это очень важно. Это взросление, когда ты пытаешься без помощи других в чем-то разобраться. Это важно. Дверь с тихим скрипом закрывается, ты остаешься один и долго наблюдаешь за муравьями. Затем ты решаешь выйти во двор и подкинуть им жуков. Положив добычу в поддон, ты подмечаешь, каких жуков муравьи оттаскивают внутрь, а каких не трогают. Единство. Ну, естественно, мы мать выгнали. Ты подсыпаешь в ферму еду, подливаешь воду, убираешь умерших муравьев, но менять свои странные правила твои маленькие подопечные не собираются. В муравейнике все как в большом мире, как и говорила матушка. О твоем присутствии муравьи никогда и не узнают. Единство упало, остало пять. Ну, ничего страшного, просто из-за того, что мы мама. Но мы должны вроде как здесь чуткость, да, потому что мы кое-что поняли. Играя с матерью, как мне кажется, мы не получили бы никакую чуткость, и единство бы у нас поднялось. Мне на данном этапе единство не нужно, мне нужны вот эти вот показатели. Ну что ж, озарение, да, я получил озарение, событие произошло. Условие. Чуткость четыре, играть с муравьями. Благодаря матушке к тебе приходит озарение о том, как устроено мироздание и каковы уделы его обитателей. Это было важным этапом, потому что, получив озарение, мы в храме в дальнейшем можем принять в некотором смысле немножечко другие решения. И впоследствии вот это озарение даст нам, наверное, то, что не давало мне в предыдущих прохожениях. Я трижды натыкался на то, что я не могу сделать выбор такой, какой я хотел бы, только потому, что я оставался играть с мамой, да, господа, да. Хозяин в доме, да. Дед покидает ваш дом вместе с твоим братом-старшим. Стефан с дедом отъезжает в столицу. Ну, а я с вами пока прощаюсь, да. Увидимся, наверное, в следующей серии. Великолепный Курощуп формируется, потихоньку формируется. Уже вижу я, как он постепенно-постепенно начинает формироваться в сторону чувственности, да, и общения с богами. Приобрели первую смерть. Я не зря говорю приобрели, потому что эта смерть была важным этапом развития самого Курощупа Баранты, монаха. Ему нужны эти очки, которые он зарабатывает. Смерть дает тебе эти очки. Она не просто отнимает у тебя шанс на жизнь. Умереть здесь не так сложно, но и не так просто. Будем честны, здесь действительно нужно захотеть подохнуть. Игра тебе всячески будет намекать на то, что это смерть, куда ты несешь, что дурак. Но бывают ситуации, где нет выбора. Где нет выбора, господа. Спасибо, что были со мной. Великолепный Курощуп Баранта. Я снова здесь, и мне это безумно нравится в третий раз. И не факт, что в последний. В последний. Мое уважение. Всем пока.